Красивая территория, но маленькое здание. По задумке архитекторов, в случае войны его можно в кратчайшие сроки перепрофилировать в больницу. Школа номер 2 имени Михаила Пронина в Звенигороде – старейшее образовательное учреждение города. К слову, это видно невооруженным глазом. Капитального ремонта давно не было. Какие дети кормят в таком моменте? Мы составили расписание, мы очень изобретательные. И у нас на каждую перемену питается какой-то определенный класс. В свое время мы кормили всех детей. По 20 человек? По 30? По два класса. В тесных кабинетах по 40 человек. Школа перегружена и не соответствует современным стандартам. На текущий момент у нас есть подписание пожарных органов о замене линолеума на капельку на всех этажах. Стесненные условия на качестве образования не отражаются. Учащиеся второй Звенигородской школы показали высокие баллы на ЕГЭ. Среди них немало медалистов. Текущий ремонт к новому учебному году сделают, но всех проблем образовательного учреждения это не решит. Помимо того, что необходимо думать о текущем ремонте, конечно, в этом микрорайоне, в этой точке нужно планировать создавать государственную программу, обсуждать с правительством Московской области о строительстве нового объекта. Можно называть это пристройкой полноценной, большой, но на самом деле это будет, по сути дела, новая школа. А пока программа по строительству нового здания будет создаваться, ремонтные работы продолжатся. Сейчас формируется список того, над чем предстоит поработать в 2021 году. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Озенцова».